здравы будьте люди добрые сегодня мы продолжим разбирать были или как я их называю мифологические были из книги каляды веды майи и напомню что были из веды майи рассказывают нам о деяниях первопредков такого народа как атланты родственного гиперборейцам ария прошлый раз мы как раз разбирали какими были атланты и какая задача была возложена на них всевышним изначально кого интересует эта информация может послушать запись под названием святогор и плеяна вот как раз святогор и плеяна это и есть прародители рода атлантов сегодня же мы будем разбирать быль которая называется меря иван как и все мифологические были сказки легенды оставленные нам нашими пращурами это наши религиозные тексты и это был содержит свою мудрость и урок давайте же попробуем понять их истинный смысл и так были называется меря и ван святогорушка соплиянную в царграде жили в святых горах был силен святогорушка родович и познал он много премудростей он познал как звезды рождаются путь богов познал в горных высях змеев водных учинах моря и все эту звездную мудрость записала в вещерскую книгу и украсил ее изумрудом и сардониксом и топазом как езжал святогорушка родович по высоким святым горам конь его выше леса стоячего задевает шлем тучи ходячий говорил святогорушка родович я познал всю звездную мудрость путь познал к царству небесному взгроможду я гору на гору поднимусь до сварги небесной стану выше всех во вселенной взгромоздил святогор гору на гору поднялся на небосвод и пошел по звездной дороге явился к трону всевышнему и сказал ему бог всевышний я исполню все что желаешь не просили что царство небесного не проси и ирия светлого и сказал святогорушка родович я поднялся к тебе всевышний дай мне боже великий дар сделай так чтоб стал я сильнее всех сынов сварога и духов чтобы стал я и самым мудрым чтоб не мог меня обмануть не великий бог и не див и ответил ему всевышний будь по-твоему мощный витязь будешь ты всех в мире сильнее всех сынов великих сварога но тебя пересилит камень будешь ты всех духов мудрее лишь от хитрости человечей ограждать тебя не стану и сказал тогда святогор не боюсь я силушки камня не страшно мне мудрость людская так остановимся на этом отрывке мифа заранее скажу что этот миф содержит некоторую астрологическую эзотерическую информацию но об этом я скажу чуть позже а вот что касается конкретно прочитанного прародитель атлантов был очень силен и очень умен однако все эти знания и премудрости как мы видим заводили святогора все дальше в гордыню этот миф является как бы продолжением предыдущего мифа который мы уже разбирали он захотел стать выше всех во вселенной я так понимаю что и всевышнего он имел ввиду тоже всевышний же говорит ему что не проси царствия небесного и ирия светлого почему потому что горе к от ума как сказал наш великий классик много ума еще не значит что ты познал бога а если он возгордился этим умом то тем более ты еще далек от познания бога всевышнего это и есть то самое знание необходимо чтобы попасть светлый ирий которое святогору было недоступно в силу его гордыни и когда всевышний спрашивает святогора чего же ты хочешь то тут не просит познания бога не просит вечности а просит побольше ума и хитрости силы но опять-таки для чего лишь для того чтобы стать выше детей сварога и духов в общем чтобы потешить свою гордыню кто знает возможно именно тогда зародилась завистью святогора сварожьим детям и последствия этой зависти мы расхлебываем до сих пор оттого всевышний всемудрый наш отец и предупреждает его что святогора переселит камень то есть время то есть он будет смертный то есть святогор не жил в себя в себе время замкнутая конечная которая зацепилась в нем в виде гордыни а посему всевышний видя это хотел помочь ему преодолеть это качество научить его лишь от человеческой хитрости ограждать тебя я не стану однако святогор возомнивший себя равный всевышнему спокойный тем что он по своему уму стал сильнее выше богов отвечает что не боится он силы времени и мудрости человека ну конечно же кто ж такой человек с его хитростью по сравнению с хитростью богов сильнее которых стал святогор однако посмотрим что из этого вышло дальше как на матушке на сырой земле народился ван смертный сын семаргла с диванами слышал вана дочки плеяда и великого святогора о младой святогоровне мере будто мерюшка крашей крашая месяца и светлей зари зари зареницы приходил к царю святогору ай же ты и цвета горушка родович у тебя есть дочка любимая младомерюшка святогоровна я с тобой бьюсь о велик заклад буду прятаться я три раза если я сумею укрыться мере выдашь ты за меня не смогу руби буйну голову ударили они велик заклад стал поутру ваня ранёшенько умывался ваня белёшенько помолился велесу мудрому птицы матери сва и всевышнему вы храните меня и милуйте обернулся он горностаем и пробрался он в подворотинку заходил в палаточку царскую обернулся там добрым молодцам целовал он мерюшку милую целовал ей и прощался ты прощай же свет святогоровна и укроюсь от святогора так что он меня не отыщет он опять ушел в подворотню поскакал по чистому полюшку миновал он 39 вязов ты десятым сам обернулся утром стал святогорушка родович раскрывал вещерскую книгу стала книга ему вещать встал поутру ваня ранёшенько умывался ваня белёшенько и молился велесу мудрому птицы матери сва всевышнему обернулся он горностаем и пробрался сан в подворотинку заходил в палаточку царскую обернулся там добрым молодцам целовал миловал мерю милую и ушел опять подворотню и по чистому полю поскакивал проскакал он 39 вязов обернулся последним вязом и стоит он там добрый молодец и сказал святогорушка родович вы срубите вяз тут под корень привезите из лесу ваню привезли к святогорушке ваню он сказал царю святогоров ты меня нашел в этот раз но в другой тарас не отыщешь а на утро встал он ранёшенько умывался ваня белёшенько он молился велесу мудрому птицы матери сва всевышнему вы храните меня и милуйте обернулся он горностаем и пробрался вновь в подворотню заходил в палаточку царскую обернулся там добрым молодцам целовал он мерюшку милую целовал ее и прощался ты прощай же свет святогоровна я укроюсь от святогора так что он меня не отыщет он опять ушел в подворотню поскакал по чистому полю обернулся в полюшки волком рыскал рыскал в лесах дремучих а потом обернулся соколом высоко взлетел в поднебесье пролетел звезд частых без счета обернулся одною звездою утром стал святогорушка родович и раскрыл вещерскую книгу стала книга ему вещать встал поутру ваня ранёшенько бывался ваня белёшенько и молился велесу мудрому птицы матери сва и всевышнему обернулся он горностаем и пробрался он в подворотенку заходил в палаточку царскую обернулся там добрым молодцам целовал он мерюшку милую и ушел опять в подворотню и по чистому полю поскакивал рыскал он в лесах серым волком в небесах летал словно сокол пролетел звезд частых без счета обернулся одной звездой выходил святогор в чисто поле стал считать на небушке звезды видит он все звезды на месте но одна есть новая звездочка лук натягивал святогор избивал стрелую звезду падал ваня со свода небесного здравствуй ваня хитёр же ты прятаться только я тебе все же хитрее коль не сможешь спрятаться завтра отрублю тебе буйную голову и опять стал ваня ранёшенько умывался ваня белёшенько он молился велесу мудрому птицы матери сва всевышнему вы храните меня и милуйте обернулся он горностаем и пробрался он в подворотню заходил в леточку царскую обернулся там добрым молодцем целовал он мерюшку милую целовал ее и прощался ты прощай же свет святогоровна я укроюсь от святогора так что он меня не отыщет он опять ушел в подворотню поскакал по чистому полю обернулся полюшки волком рыскал рыскал в лесах дремучих а потом обернулся соколом высоко взлетел в поднебесье пролетел звезд частых без счета обернулся одной звездою падал звездочкой с поднебесья и упал в гнездо гомаюна и спросила его гомаюн что ты хочешь скажи мне ваня ничего мне птица не нужно только от святогора спрячь и сказала ему гомаюн я укрою тебя добрый молодец три волшебных перышка вырвала гомаюн из крылышка правого подалате перышки ваня ты пойди в палаточки царские помаши волшебными перьями перед тем царем святогором пред его вещерскую книгой помаши а сам приговаривай заклинаю книгу волшебную чтоб молчала она не сказывала где найти меня добра молодца и иди в палатушке меря обернись кольцом золотым пусть колечко меря наденет все как сказано так и осталось рано утром встал святогорушка раскрывал и спрашивал книгу но молчала книга волшебная разгорелось сердце царское он схватил вещерскую книгу и бросал ее в жаркий пламень и пришла к нему меря милая и сказала и сказал тут есть это горушка я дам тебя за ваню молодца он провел меня святогора и сняла колечко меря и бросла лаприт святогором покатилась она по полю обернулась колечко ваней и сказал святогор добру молодцу что ж пора перком да за свадебку выдал он любезную дочку за ванюшу мудрого витязя и на эту свадьбу веселую собирались все небожители пировали царство небесное вместе с ними и все под небесе стали жить они поживать святогор с плеяную правили ваня с мере родили сына дали имя ему садко и пошли от вани мере племена мари и венедов вышли замуж все сестры мере за сварожича ильма аля златогласка за ильма водного а латырка вышла за арка златогорушка за дашь бога а звездинка за аса звездного а ярина тая за яра и родили они дочерей сынов а латырка родила мозг а от дашь бога и златогорки коляда всевышний родился златоглаской и ильма зерный породили племя русалок алина и им сварожич альвов друтов и горных муров а звездинка и звездный ас асов ясов а тая с яром племя антов и их потомство расселилась по белую свету ну а как пришла пора времечко повстречали плеянки велеса и поднялись голубки в сварку засияли в небе стажарами и теперь все из века в век дочерей святогора славит итак находится некий человек на матушке земле как говорится в мифе сын огнебога семаргла и диваны по имени ван ван сын огня и земли впрочем как и все мы тут живущие он влюбляется в дочь светогора мерю и сватается к ней и ставит условия мол если я тебя светогор перехитрю то отдашь мне дочь твою в жены а если нет то руби бойную голову кстати насчет буйной головы отрубить бойную голову так звучит наказание во многих русских сказках но она неправильно понимается в старину эта фраза означало отрубить косу или отрезать волосы что было равносильно позору то есть отрубить голову означало опозорить через обрезание волос но это было небольшое лирическое отступление пойдем дальше святогор уверенный в своем уме и хитрости соглашается на условия человека вани и вправду он его находит и в первый во второй раз в первый раз ваня обернулся вязом во второй раз звездой как это можно понять вяз это дерево вначале ваня обратился за помощью к роду земному символом которого и есть древо однако светогор обладающий знанием родовых взаимосвязей может быть там родовой кармы подобных вещей отыскивает его но недаром же он обладал большими знаниями тогда ваня обратился за помощью к роду небесному к звездам предыдущих мифах мы уже рассматривали эту тему пришли к выводу что человека звезда есть суть братья по отцу стало быть человек имеет не только род земной народ небесный виде пращуров звезд вот ваня и обратился за помощью к ним однако светогор как говорится в мифе познавшие как рождаются звезды и тут разгадал хитрость вани а вот в третий раз ваня через рот свой звездный достучался до помощи самого всевышнего ибо птица гомоин это птица всевышнего а он упал к ней в гнездо звездой птица гомоин это птица всевышнего его посланница его мудрость его мысли и гомоин спрашивают ваню чего ты хочешь здесь словно проводится параллель когда святогор пришел к всевышнему он его спросил чего ты хочешь святогор сказал я хочу быть выше всех здесь же когда всевышний через свою птицу гомоин спрашивает у вани чего ты хочешь он говорит я ничего не хочу только помоги мне спрятаться от святогора потому что от этого зависела женится ли он на мире то есть обретет ли он любовь семью счастье и гомоин дает три перышка из правого крыла кто знает возможно это было некое заговорное слово вернее три заговорных слова но очень сильных и сил этих перышек так велика что они заставляют замолчать даже вещерскую книгу святогора и он не может найти ваню даже у себя под носом хотя до этого находил его и в дальних долях и в небесных высях к слову будет сказать что сама меря конечно же не выдает своего жениха значит любовь объедение объединившая эти две души конечно же и тут тоже она сильные хитрости святогора так почему святогор проигрывает простому человеку вани почему так происходит возможно вы догадались уже я думаю это происходит потому что ваня не имеющий гордыни чистой душой который сражается за свою любовь и совершенно искренне просит помощи у всевышнего становится мудрее самого мудрого святогора который просил у всевышнего в своей гордыне от великого ума сделать его выше всех всевышний помогает чистому душой вани и тем самым дает урок святогору как он может быть слеп без своей вещерской книги чего стоят все эти знания в этой книге перед знанием всевышнего впрочем святогор таки сжег свою книгу который понял что они ничего не стоят если за дело берется всевышний вот так и в нашей жизни происходит как бы мы не гордились своим умом но надо помнить всегда что есть кто-то кто мудрее нас и ваня побеждает ум святогора с помощью всевышнего значит человек которому помогает всевышний может стать сильнее богов если чиста душа этого человека если он борется за свою любовь а не за то чтобы сам самоутверждаться на своем уме таков в общем-то урок этой былины также как я уже говорила ранее в этой мифологической были есть некоторые астрологические знания в общем-то все это пересекается все это грани одной какой-то основной истины эти знания касаются положения планеты меркурий в знаке девы там он имеет экзальтирующее положение то есть качества связанные с планеты меркурием это ум знания хитрость книжные знания ну и так далее более всего раскрываться в знаке девы вот как раз этот миф предупреждает не о преимуществах а об опасности такого сильного положения потому что кто предупрежден тот вооружен того труднее ввести с правильного пути темные силы влияя на душу человека могут пользоваться слабостью которая как раз может рождаться из положения казалось бы экзальтированных сильных планет в гороскопе человека так вот мы должны знать и о своих сильных сторонах и о слабых сторонах но если слабые планеты говоря в переносном смысле рождает в нас комплексы осознать которые нам достаточно легко то сильные особенно экзальтированные планеты могут рождать в нас не менее неприятные комплексы о которых мы можем даже не догадываться потому что здесь мы себя чувствуем сильными но в некоторых случаях это уходит и в минус и вот один из таких комплексов которые рождают меркурий в деве в экзальтации это комплекс ума когда человек считает себя умнее самого всевышнего но как раз это отдаляет его от источника света а значит такой человек будет проходить свои уроки чтобы убрать это препятствие на пути к свету ну значит можно будет понять откуда растут ноги или где собака порылась сегодняшнем мифе есть еще несколько примечательных вещей например что дочери святогора когда пришло время встретились с велесом значит и мы каждый в свой черед встречаем нашего батюшку велеса значит кто такой велес ну и так далее надеюсь вам понравилась мифологическая были которую мы сегодня разбирали вы возможно что-то поймете для себя зачем-то подумайте что-то переоцените обретете может быть кто-то из вас верно ориентиры в жизни а я желаю всем не только ясного ума но и светлой мудрости благодарю всех за внимание